Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Не дня без скандала в ГПУ. На этот раз ведомство обвиняют в попытке замять дела беглых чиновников Януковича. Речь о бывшем генпрокуроре Пшонке, его заме Кузьмине, экс-главе Нацбанка Соркине и бывшем главе СБУ Якименко. Из чьих уст прозвучали эти громкие обвинения и как оправдываются в генпрокуратуре расскажет Александр Пантелеймонов. Громкое заявление от экс-заместителя генпрокурора Шокина Виталия Касько. По его словам, в ГПУ пытаются замять дела бывших высокопоставленных чиновников. Право Пшонки сегодня, соответственно, по поведомлению в засобах массовой информации, призупинено. Я думаю, всем зрозумело. Криминальное проведение по нему расследоваться не будет. Уже к обеду в генпрокуратуре пояснили, дела вовсе не закрыты, а приостановлены. Касается это не только Пшонкина, его замок Кузьмина, экс-главы Нацбанка Соркина и бывшего главы СБУ Якименко. Они сбежали, в Украине не появляются все эти годы. И ждать, что их выдаст Россия, а именно там они находятся, утверждают ГПУ, не приходится. Тем временем процессуальные сроки досудебного расследования неумолимо тают. Если проведение не остановить, особи нет, то есть никаких действий проводить с ней не может, срок выходит, и тогда адвокаты этой особи абсолютно законно будут в судах требовать закрытия справы. А вот когда уже отбудется закрытие справы, то это уже будет действительно беда. При этом в ГПУ объяснили, выделили в отдельные производства и приостановили только эпизоды по самим беглым чиновникам. Их сообщники, оставшиеся в Украине, по-прежнему под следствием. Некоторые дела уже в суде. Такую тактику поддерживают и независимые юристы. Говорят, приостановить дела в отношении высокопоставленных беглецов сейчас единственный выход из сложившейся ситуации. В ГПУ пообещали, как только чиновники Януковича будут задержаны, расследования по их делам возобновят. Я вам гарантую, что справа, что до Пшенки, Кузьмина, Соркина, Якименко, не закрыты, и закрыты не будут. Александр Пантелеймонов, Василий Миновщиков, подробности, телеканал Интер. Сам же Виталий Касько сегодня побывал на очередном допросе в Генпрокуратуру. Бывший замглавы ведомства пришел уже в четвертый раз. Первые два визита касались скандала со служебными квартирами. Третий препятствованию расследования убийств на Майдане. И вот сегодня Касько допрашивали о злоупотреблениях служебным положением сотрудников Минюста в деле Янукович против ЕС. По всем делам Касько проходит в качестве свидетеля. Претензий жодних дослідчев немає. У меня склалося вражение, что Генеральный прокуратур просто хотелось узнать мою думку, как юрист, как бы я оценив эту ситуацию. Запитывали про те, чому, как вы думаете, Минюст вступил в справу в ЕС, якими нормативными актами це регулюється. Мені відомо про існування ще від трьох до пяти кримінальних проваджень, де в реєстрі фигурує посилання на мене. Тому будемо чекати нових викликів. Осокарковська битва, скандальне строительство на Осокарках, де вчера произошла стычка между местными жителями і тетушками, приостановили. О примиренні речі пока не йдет, говорят в Києвсовете. О чому же договорились столичні чиновники і участники конфлікта на закритому засіданні? Расскажет Елена Митясова. А вчерашній бойні на скандальній стрійці на Осокарках сегодня напоминають лише повалений забор. В округе все тихо і мирно. І тільки нескільки місцевих жителів тут продовжують дежурити на случай, якщо застрійник вновь попытається завести стрійтехніку. Люди кажуть, вместо высотки хочуть видіти тут озеро і екопарк. Тут не тільки збереження озера Качінова і природи Києва. Тут дійсно, реально, існує загроза всьому нашому масиву, маленькому цьому масиву. Тому що незалежні експерти, які приходили сюди і проводили дослідження на місцевості, вони сказали. Усім цим будинкам, які навколо знаходяться, загрожує небезпеку. Вони будуть зруйновані. Отстаивати свої убеждення жителям Асакарко вчора пришлося кулаками. Вот кадри происходившого. Тетушки в касках і спортивних костюмах забрасували людей камнями і травили слезоточивим газом. Досталось пострадавшим і от аферы елитицентра, хоча здесь вони були в підтримку строительства. Новострою для них предусмотрели около ста квартир. В результате драки є пострадавші. Одну девушку в тяжелом состояниї забрала скорая. Тетушкам, говорят активісты, милиція не препятствовала. Все наші попытки, щоб поліція проверила їх документы, установила личності, поліція не стала этого делать. Я знаю, що це мужчини, котрих організованно приводять, організованно уводять. На самом деле, це ніхто інший, як наємники, наняті фактично застройщикам для того, щоб завести свою техніку. А вот застройщик все отрицает. Компании, говорят, тетушек не нанимали техніку. На території стройки завозили тоже не вони, а подряд на організацию, с которой заключен договор на подготовительные работы. К тому же, уверяют, строительство законно. Інститут генерального плана наші. Дальше йде наш департамент збереження природного середовища. Державна екологічна інспекція України в місті Києві. Направлення на проверку, ну і, соответственно, полностью весь комплект, то, що порушення немає. Після вчерашніх стычок в ситуацію вмішався Київсовет. Всіх участників конфлікта накануні пригласили на закрітое совіщання. О компромісах і примирінні сторон речі пока не йде, говорить секретар Київсовета Владимир Прокопів. Зараз вяснюють всі обстоятельства. Назначені доповнительні експертизи. Тільки після буде вынесено рішення. Ми будівництво там на даний момент призупинили. Всі, хто винен в ситуації, яка склалась, понесуть за це відповідну відповідальність. І тоді будемо приймати рішення. Але всі спірні моменти я, як секретар Київради, забезпечую площадку для діалогу. О результатах переговорів чиновники обіцяють сообщати публічно. Елена Митясова, Андрій Кузнецов. Подробності телеканал «Интер». Страсти кипіли сьогодні і у стін столичній мэриї. Київсовет штурмували владельців МАФОВ. Давайте узнаемо, чого вони требували від чиновників. Нескільки сотень владельців МАФОВ у стін Київсовета требують відмінити рішення о запрете продажу алкоголя в кіосках. Ми согласні працювати, платити податки, піляві. Ну дайте нам спокійно працювати, щоб ми ночами могли спокійно спати, а не переживати, що нас приїдуть, знесуть наш кіоск. После нескольких часов акції в здание мэрии врываються люди в камуфляжах, масках і з оружіем в руках. Вместе с ними проходит і група протестуючих. После требований депутатів объяснить проїсходяще, начинається драка. Ворвавшихся задержала поліція. Треба віддати належна міліція швидко вжила заходів. Ті люди, які невідомо, що робили в приміщенні Київської міської ради затримані, їхні особи встановлюються. І люди, які винні в тому, що постраждали депутати, в себе в приміщенні, в Київської міської ради отримали травму, повинні бути суворо покарані. Депутати Києврады обратились к правоохоронительним органам з требованням провести расследование сьогоднішнього інцидента. Ольга Клюєва, подробності, телеканал «Интер». Суд над судьєю. Останеться ли одеський суддя-стрелок Алексей Буран в СИЗО? Или выйдет под домашний арест? Решал сьогодні апелляційний суд Києва. Удалось ли адвокатам убедити суддя змінити меру пресечення, знає Ірина Романова. Ни для свидетелей, ни для следствия, погоревший на взятки в полмиллиона гривен одеський суддя Алексей Буран угрозы не представляет. Убегать не будет на содержании двое детей и престарелые родители. К тому же у него букет болезней, поэтому держать суддю за решеткой, пока идет следствие, нет смысла. Ходатайство такого содержания направили в апелляційний суд защитники подозреваемого. Нагматована квалифікація, якщо надзина підозрівана, вона штучна. І вона сьогодні чинать перешкоди для застосування більш м'якого запобіжного заходу для нього у вигляді, скажімо так, застави чи домашнього арешту. Да і вина Бурана не столь велика, говорить 2-й защитник. Уточняє, 29 марта, коли суддю на горячем задерживали сотрудники НАБУ, тот не стрелял. Огонь открыли детективи. Единственный выстрел был сделан сотрудником НАБУ в том направлении, где был обнаружен след от выстрела. Поэтому говорить о том, что Буран стрелял сотрудникам НАБУ на сегодняшний день преждевременно. Сам подозреваемый наличие травматического пистолета объясняет тем, что 20 лет назад на его дом уже нападали. Поэтому купил оружие для самозащиты. И тут же оговаривается. Еще в 1995 году, когда начало своей деятельности, мы в дом стреляли. И стреляли так, что пуля попала в детскую коляску. Поэтому, может, такая реакция на проникновение в дом мой. Судья уточняет у Бурана, а как же со взяткой, брал или нет. Я пока отказываюсь от этого. Можно убить из пистолета, принадлежащего Бурану, или нет, следствие выясняет. Результатов баллистической экспертизы пока нет, говорит прокурор. Показывает снимки на них следы от пули за оружие судей. И уверяет, выпускать Бурана из СИЗО никак нельзя. И вот почему. Решение Соломинского райсуда, который 1 апреля избрал судей стрелку меру пресечения содержания под стражей, законно, уверен прокурор. Судьи отправляются на совещание. Спустя полчаса объявляют апелляцию отклонить. Бурана оставить под стражей до конца мая. Ирина Романова, Сергей Ёмин, к подробности, телеканал Интер. В правительстве создадут группу международных советников во главе с известным реформатором, бывшим словацким вице-премьером Иваном Миклошем. Также в нее войдет не менее известный польский экс-вице-премьер Лешик Бальцирович. За месяц группа должна разработать оперативный план реформ совместно с украинским правительством. Обо всем этом во время встречи с Еврокомиссаром Яханасом Ханом заявил глава Кабмина Владимир Гройсман. Сегодня второй день визита Еврокомиссара в Киев. Утром на пресс-конференции он заявил, что у нового правительства есть 100 дней, чтобы показать реальные результаты, но в ЕС уже ждут немедленных действий. В первую очередь это касается реформ и борьбы с коррупцией. По словам Еврокомиссара, если власть будет придерживаться своих обязательств, поддержка Европы станет весомее. А если полноценно заработает агентство по борьбе с коррупцией, Евросоюз готов выделить Украине второй транш – 600 миллионов евро. Мы уже ждем реальных шагов. Правительство должно показать людям, что делает все для того, чтобы побороть коррупцию. Власть должна обеспечить необходимый бизнес-климат. Тогда придут международные инвестиции. Я жду украинско-европейский саммит в мае. У Украины есть чудесный шанс показать, как восстанавливается страна. Также, по словам Яхана Сахана, Еврокомиссия ждет назначения нового генерального прокурора. В ЕС рассчитывают, что руководитель ГПУ будет иметь юридическое образование, что позволит ему провести полноценную реформу судебной системы. Правительство и Верховная Рада должны назначить генпрокурора, а президент поддержать это назначение. Люди должны получить точные сигналы, что генеральный обвинитель ориентируется на проведение реформ. Ну а пока генпрокуратура остается обезглавленной, кулуарные договоренности снова завели депутатов в тупик, нардепы так напереписывали закон под Юрия Луценко, что тот уже и сам не рад оказаться в этой должности. Что именно не могут поделить народные избранники? Все подробности в материале наших корреспондентов. В наш дружный коллектив долучаются новые коллеги. После того, как пятеро депутатов перешли работать в Кабмин, их место сегодня заняли другие. Трое вошли в блок Петра Порошенко, двое в Народный фронт. И сразу к работе. Первые в повестке дня законы о трансплантации органов. Первый о потенциальном донорстве без согласия. Второй позволяет стать донором только после заявления. Во время того, как идет в Украине война, как открыты кордоны, как развивается у нас еще не остановлена коррупция и не работают правоохранные органы, Комитет охраны здоровья считает затосильным поддерживать тот законопроект, который обновляет обовязковую попереднюю сгоду особи на добровольную передачу органов для трансплантации. За него и проголосовали в первом чтении. А дальше провал за провалом. В зале депутатов почти нет. Тем временем, за закрытыми дверями, нардепы уже который день советуются, как изменить закон, чтобы генпрокурором мог стать Юрий Луценко. Как мы можем оновлювать систему, если мы фактически можем сейчас только выбирать из тех, кто в середине системы. Это нужно сруйновать категорично. Можете, это будет человек, которая была журналистом, историком, географом, будь кем. Это обязательно будет Юрий Витальевич. Два альтернативных законопроекта предлагали убрать норму, по которой генпрокурор должен иметь право работы в прокуратуре минимум пять лет. А вот мнение депутатов, нужен или нет опыт работы в области права, разделились. Да и у Народного фронта новые требования. Мой закон предпочитает, что может заниматься человеком без юридического света, но имеет стаж работы в области права. И еще раз хочу сказать, что это расширяет колу оси. А право президента такого подать? Юрий Витальевич, он не имеет юридического образования, и, соответственно, он не работал в области права. Работа министра внутренних дел, это не работа в области права. Мы готовы поддержать Юрия Луценко при условии, если он будет облечен полномочиями и ограничен законом в использовании своей должности именно в целях политических преследований. В результате кулуарных договоренностей решили голосовать за закон, который не требует на эту должность человека-системы. А вот опыт работы в области права нужен. Водьковщина и самопомощь голосовать отказываются, мол, генпрокурора нужно избирать на конкурсе. Кроме этого, считают, немедленное внесение документов в повестку дня нарушает регламент. Это цинизм, который уничтожает легитимность генерального прокурора с первой секунды. Я бы не хотел быть таким генеральным прокурором, который так таемно вносится. Когда входит как невыскладный законопроект от президента Украины, я его и глава Верховной Рады обязаны поставить как невыскладный внесение в порядок денный. Закон предлагали проголосовать уже на вечернем заседании. Но голосов не хватило даже на включение в повестку дня. Народный фронт, который связывает с группой приват, дал слишком мало голосов. Мы видим, что у коалиции на сейчас нет потенциала голосовать за изменения к закону о прокуратуре, который бы открыл возможность для наиболее вероятного кандидата возглавить прокуратуру. Но в то же время коалиция не делает ничего, чтобы облегчала жизнь людям. Коалиция не имеет программы. Они не имеют 226 голосов для того, чтобы поддерживать правительственные законопроекты. Сам Юрий Луценко все эти дни избегал прессы. Сегодня к вечеру вышел и сказал, без изменения в закон генпрокурор будет лишен всякой власти. Да и прокуроры уже на следующей неделе планируют свой съезд и хотят избрать комиссию и совет прокуроров. А эти органы и будут решающими при подборе кадров ту же генеральную прокуратуру. Будет створено самоуправление дияволов, которые должны набрать ангелы. Я в этом процессе брать участие не вижу возможности. Выбачите, быть декоративным прокурором при всевладе нынешнего генерального могильника, который не допустит никаких кадровых изменений. Кто из вас придет? Я нет. Следующая попытка внести изменения в закон о деятельности генпрокуратуры 11 мая. Только вот под кого будут переписывать? Ольга Рыцарь, Екатерина Лысенко, Иван Ермаков, Владимир Санченко. Подробности телеканал Интер. В НАБУ до выяснения. В Верховной Раде требуют разобраться с делами нескольких старых новых чиновников. Речь о министре юстиции Павле Петренко и главящей от банка Андрею Пышным. В парламенте считают, что первый разорил Украину, проиграв судебные процессы, второй в личных интересах использовал бюджетные средства. Перечень претензий из Рады отправлен в Национальное антикоррупционное бюро. Петренко, который в супереч соответствующего указа президента в членном законодательстве, буквально влез в спор между Европой и Януковичем о санкционных дел, привел к тому, что Украина будет вимушена после победы в этом споре заплатить почти 7 миллионов гривен мита. Вы знаете, это абсолютно безответственность и непрофессионализм. Другой член команды Яценюка Пишный, его одноклассник, позволил себе вместе со своей командой, в частности, депутатами Верховной Ради Украины, за государственный граждан, за граждан простых обычных граждан, взлетать на футбол. Чтобы вы понимали, такой спильный билет, такая поездка, такая подорожка стояла 500 тысяч гривен, 500 миллионов гривен. Приватбанк попал на четверть миллиона гривен. На такую сумму финучреждение оштрафовал антимонопольный комитет Украины. Пресс-служба ведомства сообщила, что это штраф за два случая нарушения конкурентного законодательства. Банк не предоставил информацию по требованию председателя комитета в установленные им сроки. Потерять гораздо больше могут и основатели, группы «Приват». Российская компания «Татнефть» в марте подала иск в британский суд на нескольких украинских бизнесменов. В деле фигурируют Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Павел Овчаренко. «Татнефть» требует возмещения более 300 миллионов долларов. Якобы в 2009 году указанные лица мошенническим путем присвоили деньги причитавшейся компании за нефть, поставленную на Кременчугские НПЗ, принадлежавшей Укртатнафте. Об этом агентство «Интерфакс» сообщили в пресс-службе компании. Патрульный слив. В сеть попала служебная переписка столичных полицейских. Сообщение выложил в интернет один из разочаровавшихся сотрудников Андрей Охота. На своей странице в Фейсбук он пишет о том, что новые патрульные работают по накатанным схемам выбивания штрафов из нарушителей. На скриншотах якобы приказы главы полиции Киева Юрия Зазули, где он поручает столичным патрулям все внимание сосредоточить на штрафах и эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. И еще одна фигурантка переписки заявляет, что постановления нужны, потому что с них спросят за большое количество разбитых машин. Идет ли речь об автомобилях полицейских, 200 из которых с начала работы полиции попали в ДТП, пока не ясно. Автор поста Андрей Охота на связь с нами не выходит, а в столичной полиции попросили перезвонить завтра. Разбираются. Служебная халатность или спланированная операция. В Черкасской области полицейских подозревают в организации побега заключенных из СИЗО. Как трое обвиняемых в грабежах и убийствах смогли улизнуть из камеры изолятора, как комментируют ситуацию в областной полиции и удалось ли задержать беглецов, все подробности выяснял Станислав Кухарчук. Соцсети, интернет-издания буквально пестрят объявлениями о розыске троих беглецов. Двои грабителей и убийцы. Артема Кривенко. В феврале этого года он из обреза в упор застрелил женщину. Трехметровый забор по периметру и камеры видеонаблюдения. Это и есть тот самый райотдел Смелянской полиции, откуда позавчера вечером и бежали трое подозреваемых. При всех видимых мерах безопасности подробности побега и вовсе кажутся фантастическими. Находясь в камере, трое последственных разбили стекло, срезали металлическую решетку. И этого никто не заметил. Сегодня в райотделе на столе дежурного ориентировки только на двоих беглецов. Одного, Виталия Демчука, уже поймали. Но визиту журналистов полицейские явно не рады. И о побеге не хотят говорить ни слова. Выбачьте, такую информацию вам отдать не могу. Просто не могу. Почему? Самому непониму уже не подходят. Сама смело гудит о случившемся дон Валентины Николаевны в нескольких сотнях метров от райотдела. Здание полиции от частного сектора отделяет только территория заброшенной воинской части. Там едва ли не каждый день собираются компании. На них собака постоянно лает. Ночь побега была на удивление тихой, говорит женщина. Собаки в ту ночь не гавкали вообще. Было спокойно, довольна. Мне кажется, они, наверное, не через нашу сторону шли. У них за несколько дней до того сигнализация там поломалась. И никто ее не терял. Ну, как в на особом суде. В областном главке полиции не могут ответить, как подследственные могли бежать из хорошо охраняемого здания. Это, скажем так, недопрацевание, которое сейчас по этому открыто проводится, чтобы была переверка. Чья недоработка не уточняют. А вот в областной прокуратуре уверены, беглецам помогли и наверняка не за спасибо. Начальника изолятора и полицейского, который дежурил в ту ночь, уже задержали. Они в Черкасском СИЗО. Подозра двоим працанникам полиции оголошена не за недбалість, а за перевищение службовых полноважений с их боку. Поиски двоих беглецов продолжаются. После их задержания правоохранители надеются получить всю информацию, как бежали и кто помог. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. В Одесской области завтра объявлен траур. Этой ночью в селе Шаба в результате пожара погибли шестеро детей от четырех месяцев до десяти лет. Возгорание произошло на рассвете, отец в это время был на работе. Мать проснулась, когда все уже пылало. Женщина попыталась открыть окна, но из-за потока воздуха пламя только усилилось. Пострадавшая выбежала на улицу позвать на помощь соседей и в этот момент рухнула крыша. Тела детей из-под завалов обгоревшего дома достали спасатели. Причиной пожара мог стать тепловентилятор. Возле него сушилась детская обувь. Уголовное производство открыто по статье нарушения пожарной безопасности, повлекшая гибель людей. Премьер Владимир Гройсман получил оказать помощь семье погибших детей. В Одессе сегодня прошли очередные слушания по делу о беспорядках 2 мая 2014 года. Сейчас суд рассматривает только первый эпизод трагических событий, когда в центре города в результате уличных столкновений погибли 6 человек. На скамье подсудимых 20 антимайдановцев. Сегодня планировали заслушать главного свидетеля стороны обвинения Александра Посмиченко. Он тоже антимайдановец и на минувшем заседании начал давать показания против своих соратников. Но по неизвестным причинам сегодня на заседание Посмиченко не явился. Поэтому суд сосредоточил внимание на фото и видеоматериалах. На них, как утверждает прокурор, зафиксировано участие обвиняемых в беспорядках. Я напомню, антимайдановцы свою причастность к этому делу отрицают. С 5 минуты указанного до 43 секунды до 5.45 секунды зафиксирована участь Корчинского массовых заворушений на 300 площадках. И сегодня же генпрокуратура задержала еще одного бывшего беркутовца замкомандира роты киевского спецподразделения. Он один из тех, кого разыскивали за преступления против активистов Евромайдана. В частности, за незаконное задержание и избиение людей в ночь с 23 на 24 января 2014 года в крепостном переулке. Напомню, сейчас под стражей находятся семеро бойцов Беркута. Установлено, что некоторые из них стреляли в активистов. Задержанному экс-беркутовцу предъявили подозрения по 9 статьям. Михаил Горбачев неожиданно для всех призвал лидеров США и России встретиться и наконец обсудить Украину с глазу на глаз. Об этом первый президент Советского Союза заявил в российской газете. Мой коллега Дмитрий Еловский прочитал колонку политика и попытался понять, прислушаются ли к Горбачеву в Белом доме и Кремле. У Михаила Горбачева в этом году был юбилей. Ему исполнилось 85 лет. День рождения, к слову, он отмечал в гостинице Украина возле метро Киевская. Юбиляры тогда поздравляли и политики и бизнесмены. Горбачев в последнее время вообще не так часто выступает публично. Однако, спустя буквально несколько недель после празднования политик, который когда-то смог положить конец холодной войне и разрушить со своими партнерами берлинскую стену, выступил с программной статьей, посвященной отношениям России и Минии Запада. В российской газете экс-лидер СССР призвал Запад прекратить изолировать Россию. Тем более, пишет Горбачев, не дадут результаты и персональные санкции. Однако, главный адресат этих строк, конечно, не рядовой российский читатель. Идеолог перестройки обращается к двум современным лидерам Бараку Обаме и Владимиру Путину. Он призывает их наконец встретиться и обсудить замороженный конфликт в Украине. Потому что, по словам Горбачева, Европа просто не выдержит еще одного подобного конфликта. Последний глава Советского Союза отметил, сдвигав в урегулировании кризиса в Украине, он не наблюдает, поскольку сложившиеся механизмы фактически не работают. Но и отказываться от минских договоренностей и от формата нормандской четверки тоже, по словам Горбачева, нельзя. Мол, это лучше, чем вообще ничего. Возможно, стоит укрепить их на уровне ООН, резюмирует Горбачев. Напомню, ранее последняя генсекция КПСС поддержала аннексию Крыма. Возвращение Крыма России это счастье, сказал он примерно два года назад. Пока не ясно, будут ли Обама и Путин обсуждать вопрос по Украине, но точно известно, что это станет одной из центральных тем во время визита президента Америки Обамы в немецкий Ганновер. Там Обама планирует посетить совещание, организованное канцлером Меркель. В нем также примут участие лидеры Франции Франсуа Алан, премьер-министр Италии Ренци и британский премьер Дэвид Кэмерон. Лидеры будут обсуждать дополнительные шаги, которые теперь должно сделать НАТО для решения проблем Европы на восточных и южных рубежах. Так говорится в сообщении посольства Америки в Киеве. Дмитрий Ивовский, Олег Неведомский. Подробности. Московское бюро. Телеканал Интер. Прачечная Европа и Германия неожиданно превратилась в альдорадо для отмывания денег. Статьи с такими заголовками вышли сегодня в немецких газетах. СМИ сообщают, что в стране ежегодно отмывается до 100 миллиардов евро. Что утешительного в этой ситуации нашли немецкие журналисты, знает Татьяна Лагунова. Она в Берлине. 100 миллиардов евро в годы это не данные журналистов, полученные из анонимных источников, а статистика Министерства финансов страны. В отчете ведомства говорится, в последние годы объем отмываемых в Германии средств вырос практически в два раза. Особенно много подозрительных сделок заключается на рынке недвижимости, при продаже автомобилей, произведений искусства и дорогих украшений. Минфин зафиксировал от 15 до 28 тысяч таких операций в год. Отмываются средства также в сферах гастрономии, гостиничного бизнеса и азартных игр. Эти виды предпринимательской деятельности мошенники используют как прикрытие. Почему происходит это именно в Германии, чиновникам из Минфина объяснили экономисты. Мол, причина в экономической привлекательности страны. Чем она выше, тем больше желающих отмыть средства. Причем большая часть денег поступает из-за рубежа. Как бороться с этой проблемой, чиновники пока думают, в Германии контроль за нефинансовым сектором это компетенция земель. Одно из предложений уже озвучено, установить максимальную сумму при оплате наличными. Конкретная цифра пока не называется. Одно утешает, иронизируют немецкие журналисты. В других странах отмывают еще больше. Например, в Великобритании, которую местные СМИ сами называют центром отмывания денег. По некоторым оценкам, теневая экономика Великобритании составляет около 10% от ВВП страны. И большая часть средств отмывается тоже при покупке элитной недвижимости. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. И там же в Германии массовые беспорядки в городе Йена. 15 полицейских были ранены в результате столкновений с демонстрантами. Накануне вечером в городе прошли сразу два митинга правого движения Пегида и его противников. Полиция пыталась не допустить, чтобы демонстранты встретились, но стражи правопорядка забросали камнями и бутылками. Более 30 человек задержаны. Власти города намеревались запретить митинг Пегиды в день рождения Адольфа Гитлера, но суд отклонил эту просьбу. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Лес рубят, гривни летят. Кто крышует лесных баронов Закарпатья? Эпоха ее имени. На что способна британская королева в свои 90? Няня-уголовница. Женщина, которая присматривала за голодовалым ребенком переселенцев из Луганска, ограбила хозяев и сбежала, оставив младенца без присмотра. Унесла с собой 91 тысячу долларов. Это произошло в Ирпене под Киевом. 50-летняя воровка две недели подбирала кодек кейсу с деньгами. Преступницу уже задержали полицейские. За сутки женщина успела купить две квартиры в столице и раздать долги. Оставшиеся 14 тысяч прятала в нижнем белье. Против нее уже открыто уголовное производство. В Одесской области в дом бизнесмена вломилась банда грабителей. Это произошло в Болградском районе прямо посреди ночи. По данным полиции пятеро злоумышленников в масках проникли в здание через окно. Его хозяева оставили открытым. В доме на тот момент находились муж с женой. Мужчину преступники избивали до тех пор, пока он не отдал все свои сбережения. Налетчикам грозит до 12 лет тюрьмы. Они проникли в дом и развели в разные комнаты мужа и жену. К мужчине они применяли физическое насилие. Заполучили около 75 тысяч гривен, около 1200 долларов и драгоценности. Лес рубят, гривни летят. Больше 20 вагонов с кругляком несколько дней простояли на границе со Словакией. Их задержали закарпатские активисты. Почему груз вызвал такой интерес и законно ли пытались вывезти древесину? Выясняла Марина Коваль. Это фрагмент из сюжета моего коллеги Романа Бачкалы. Карпаты со стороны Львовской области. Вот так рубят лес. А вот что остается после того, как здесь поработают браконьеры. Масштабы шокируют. А это видео отсняли закарпатские активисты. Больше 20 вагонов, груженных лесом, несколько дней стоят на таможне. Направляются в Словакию. По документам древесина самого низкого качества. Активисты осматривают груз на обычные дрова этот кругляк совсем не похож. А вот какое хорошее. Ну прям вообще. Там были породы, ценные породы деревьев. Это ясень, явор. Ну и бук в том числе. Был отличного качества. Это все было специально, сознательно, как я понял, перемешано. Получается, что если вы хотите украсть или вывезти за границу и озолотиться на 8 вагонах от меньшей древесины, достаньте два раза столько же дров. На таможне, говорят лес не досматривали, ведь закон этого не требует. Груз оформляли в электронном виде и с документами было все в порядке. Сгенерирование системы по рискам, они не высветливались, не вискакивали, поэтому, значит, оформление проходило в дистанционном режиме, то есть инспектор митного постамокача, он не выезжал, вантаж он не доглядал и рисков никаких не было. Судя по сертификатам, лес был срублен во Львовской и Закарпатской областях. В Закарпатском управлении лесхозяйства нам подтвердили, в вагонах есть и их древесина. Но для производства мебели, говорят, она совершенно непригодна. Это обычные дрова. На внешний взгляд он не можно вызначитать, потому что с верху деревня может быть, скажем так, что отвечает, а в середине может быть гниль, может быть суха. Поэтому судить с видео я не могу твердо сказать. Для определения качества кругляка активисты требовали, чтобы приехал эксперт. Но за 4 дня, пока вагоны стояли на границе, проверку так никто и не провел. Таможенники объяснили, у них нет денег на независимого эксперта. Мы связались с фирмой, которая перевозила лес. Ее представители заверили, весь груз направлялся на ТЭС в Австрию для переработки. А из-за разгоревшегося скандала фирма теперь несет огромные убытки. Покупец в ситуации, когда замыкненные погоны были безподставно остановлены в ЧОПе, отмолился от этой поставки, от этой партии товару. Потому что из-за этого мог бы быть международный скандал и это могло очень негативно влиять на имидж замовников. В прокуратуре никаких уголовных производств не возбуждали, пока идет проверка. Вагоны с древесиной перегнали на разгрузочную базу в Мукачево. Что будет дальше? Вернут кругляк лесхозами или фирма все же продаст его? Неизвестно. Ясно одно. Если окажется, что деревья были срублены незаконно, кто-то должен быть за это наказан. Марина Ковал, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Уйти по-хорошему призывает губернатор Закарпатия госчиновников, которые имеют двойное гражданство. И сделать это они должны до 1 мая, пока не вступил в силу закон о госслужбе. Тем, кто напишет заявление по собственному желанию, Геннадий Маскаль обещает, что обл. администрации не будет афишировать факт их двойного гражданства. А вот тем, у кого обнаружат 2, 3 и больше паспортов, губернатор угрожает увольнением и публичной поркой. Интересно, что ранг госслужащих не получат депутаты и руководители местных советов, а также те, кто работает в органах высшей государственной власти. Еще один реформатор покинул правительство и признал, что революция в дорожном секторе не удалась. Так заявил Роман Хмель, теперь уже экс-директор Департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок. Он ушел из Министерства инфраструктуры. Его заявление об отставке уже подписал министр Владимир Амелян. Своё решение Хмель объясняет просто. Законы проекты в парламент не проходят, а финансирования отрасли недостаточно. Например, в 2016 году на ремонт дорог выделено всего лишь 10% от необходимого. Ключевая проблема это Минфин, который деньги от акциза собирает регулярно с каждого литра проданного топлива. Автодору перечисляет это когда захочет. Перезагрузки политической системы на самом деле не произошло. Я сомневаюсь в том, что парламент начнет голосовать. А это основной тормоз реформ. Зона АТО. Накануне вечером возобновились бои в Авдеевской промзоне. Ранено четверо украинских военных. Сегодня с утра боевики открыли огонь из пулеметов. В Мариупольском секторе самая горячая точка это Марьенко. Там по украинским позициям боевики стреляли около 20 раз. Военным пришлось отвечать на атаки противника. Как сообщает штаб сектора среди украинских военнослужащих потерь нет. Президент Украины сегодня с официальным визитом в Румынии в Бухаресте Петр Порошенко и его коллега Клаус Еханес в первую очередь остановились на военном сотрудничестве. Украинский президент предложил создать совместную украинско-румынско-болгарскую бригаду по образцу такого же уже созданного проекта с Литвой и Польшей. Также сообщил, что официальный Киев готов поддержать инициативу Румынии и войти вместе с ней в единую Черноморскую флотилию. Мы рассматриваем инициативу Петр Порошенко предложил румынской стороне использовать украинские газовые хранилища. Также обсуждался вопрос строительства моста между странами через реку Тиса и возобновление авиасообщения между Киевом и Бухарестом. Женщина эпоха. Ее Величество Елизавета Вторая сегодня отмечает 90-й день рождения. Как празднует юбилей Саверен 16 стран мира расскажет наш британский Сапкор Светлана Чернецкая. Я заявляю перед всеми вами что вся моя жизнь долгая ли короткая ли будет посвящена служению вам. На видео принцессе Елизавете 21 через 4 года у ее отца короля Георга Шестого обнаружат рак легких и он преждевременно скончается. На престол взойдет она молодая прогрессивная и активная Ее Величество Елизавета Вторая. Во время коронации впервые прозвучала адаптированная версия гимна Божия храни королеву а не короля и с тех пор более 60 лет он звучит именно так. В свои 90-е Ее Величество является самым долгоправящим монархом Великобритании и самым пожилым в мире. Неизбежно длинная жизнь проходит через множество важных этапов. Я в этом смысле не исключение. Хочу поблагодарить вас всех и многих других дома и в далеких странах за душевные пожелания и доброту. Человек эпоха Елизавета Вторая никогда не была вовлечена в скандалы и даже покушение на убийство восприняла хладнокровно и без тени страха как и появление ночью в своей спальне неизвестного мужчины. Это было в 82-м в Букингемский дворец в спальню королевы Майкл Фейган пробрался по водосточной трубе чтобы просто поговорить с Ее Величеством. Секрет Ее жизни заключается в том что она с нетерпением ждет каждый новый день наслаждается тем чем занимается и спокойно продолжает работать. Игнорируя советы врачей в свои 90-е она продолжает ездить верхом это Ее страсть с детства часто садится за руль автомобиля и единственное на что повлиял Ее возраст количество перелетов монаршие обязанности подхватывают герцог и герцогиня Кембриджские Эту долгую и насыщенную жизнь она прошла рука об руку с супругом принцем Филиппом ему в этом году уже 95 сегодня как и всегда они вместе вышли поприветствовать тех кто собрался в Винздоре королеву задарили подарками и цветами она выглядит очень впечатляющей в свои 90-е королева постоянно в движении несмотря на возраст впрочем как и Ее мать она так же хорошо держалась дожила до 100 так что неудивительно обычно свой день рождения королева празднует не в Лондоне а именно в Виндзоре этот город считает своим домом тогда как Букингемский дворец скорее офисом праздничный ужин для Ее Величества устраивает старший сын и наследник престола принц Чарльз это будут домашние посиделки большой монаршей семьи ну а официально юбилей Ее Величества будут праздновать только через два месяца по давней монаршей традиции Светлана Чернецкая Сергей Дубинин подробности Британское бюро телеканала Интер зачем китайскому богачу служанке роботы и кто положил в основу компьютерной игры лесовую песню лесси-украинке об этом не только в нашем обзоре в Греции на полуострове Пилопонес зажгли олимпийский огонь этой традиции почти 90 лет неделю факел будут нести по Греции а потом эстафету передадут организаторам олимпиады в Рио-де-Жанейро огонь попадет в день открытия олимпийских игр 5 августа до этого он побывает более чем в 300 населенных пунктах Бразилии с роботами с роботами служанками в магазин китайский богач решил продемонстрировать свое состояние и отправился за покупками с девушками андроидами вещи мужчины несли аж 8 гуманоидов китайцы демонстративную прогулку не оценили в соцсетях владельцы технологических новинок сразу же начали осуждать богача прозвали новоиспеченным олигархом с плохим вкусом американцы создали компьютерную игру на основе драмы лази украинки в игре forest song получивший название от феерии лесова песня пользователь становится крестьянином и встречает духа который открывает сверхъестественную сторону леса чтобы точнее передать культурные особенности сочинения разработчики побывали на волыне и пообщались с осторожилами полесья игра получила премию бафта как лучший дебют 2015 года музей снупи открыли в токио в коллекции персонажей популярного мультфильма и комиксов около 150 экспонатов среди них и оригиналы комиксов первый музей снупи появился в сша именно там в 50-е годы прошлого века художник чарльз шульц придумал небольшого черно-белого щенка молчаливый симпатичный пес завоевал расположение миллионов американцев а затем и всего мира комиксы про шпионов выпустили в китае картинки настоятельно рекомендуют женщинам госслужащим воздержаться от романтических знакомств с иностранцами выдуманной истории турист делает дорогие подарки выведывает государственные тайны и исчезает обманутую девушку за разглашение информации арестовывают срок за такое преступление в стране от 5 лет до пожизненного заключения в финал конкурса мисс перу впервые в истории вышла участница с пышными формами перед состязанием жительница столицы Мирелла Пасбайлан сбросила около 20 килограммов но все равно осталась самой крупной финалисткой Мирелла обошла более двух десятков девушек и попала в десятку претенденток на корону революционный дизайн на американских долларах впервые в истории США появится изображение темнокожей женщины кто она узнаем от Тихона Дзитко он в Вашингтоне изменение изображений на 20 долларовой купюре на время затмило в Америке все прочие новости связанные например с ходом предвыборной гонки впервые более чем за 100 лет на банкноте появится женщина и впервые в истории афроамериканка Гаррия Табмен деятель движения за право рабов в середине второй половины 19 века произойдется в 2020 в США будут отмечать столетие предоставления женщинам избирательного права и Табмен набрала наибольшее количество голосов в ходе интернет опроса мне кажется это очень важный день и очень важный момент мы работали над этим долго не меньше полугода обдумывая и разрабатывая решения надеюсь американцы оценят что мы прислушались к их мнению сейчас на купюре седьмой американский президент Эндрю Джексон его изображение останется только на обратной стороне 20 долларов многие считают Джексона неоднозначной фигурой в частности состояние он сколотил на работорговли известен своей жесткой политикой в отношении индейцев ожидаемо нововведения поддержали демократы в частности Хилари Клинтон и Берни Сандерс которые борются за право стать кандидатами в президенты от демократической партии в частности Клинтон написала у себя в твиттере женщина лидер борец за свободу лучшего кандидата было не найти ну а лидер республиканской гонки Дональд Трамп напротив считает что Джексона надо было оставить на месте кстати американское казначейство планирует изменить и 10-ти долларовую купюру на ее обороте появится изображение лидеров движения за права женщин на 5-ти долларовой борцы за гражданские права Тихон Дитко Никита Исайко подробности американское бюро телеканала Интер в США на 58-м году из жизни ушел ритмен блюз и рок-певец Принц он умер внезапно в своем доме в Миннесоте до этого несколько раз исполнителя госпитализировали прямо со сцены суперзвездой Принц стал в 80-х и несколько десятилетий радовал публику своими хитами получил 7 статуэток Грэмми премии Оскар и Золотой Глобус на этом у меня все следите за развитием событий на нашем сайте подробности Юэй хорошего вам вечера и до встречи завтра Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова